Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео я обещал вернуться к своему скетчу простейшего осциллографа на Arduino и переделать его под прямое обращение к ADC на прерывание, чем я сейчас, собственно говоря, и займусь. Давайте, ну неважно, видели вы предыдущие видео или нет, давайте посмотрим сначала на аппаратную часть, которая будет необходима. Это любая плата Arduino на 168 даже от MEG, ее хватает, у меня, например, Nano на 168 от MEG, ну или, соответственно, 328, то есть Uno, Nano, Pro, Mini, что-нибудь в этом духе. Роторинг-кодер у меня это KY040, вот, на нем 5, соответственно, пинов, земля, питание, так, это у нас будет CLK, DT, SV, ну, так, OLED-экран на I2C интерфейсе, ну, либо SPI, но тогда как бы вы на файле придется кое-что переделать, но это не суть. Значит, экран подключается, понятно, питание, земля без вариантов, SCK, K5, SDA, соответственно, A4. Ну, то есть тут вариантов-то нет никаких. Роторинг-кодер подключается, CLK подключается к D2, DT подключается к D3. Это обязательно, поскольку я использую аппаратное прерывание на ногах D2 и D3 для того, чтобы обнаружить факт вращения роторинг-кодера. И нога-свич подключается к D4, но это как бы как раз еще можно поменять, но, естественно, в коде тоже потребуется изменение. Питание и земля без вариантов. Попытка побороть дребезг энкодера программным путем не завершилась вообще никаким положительным результатом, то есть дребезжит очень сильно. Дело в том, что в прерываниях нельзя использовать delay перед тем, как читать. Основной метод, который в основном предлагается. Ну, даже самоубийцы некоторые в прерываниях это ставят, но это, конечно, бред. Вот. Но вылечив с этой установкой керамических конденсаторов между ногами, соответственно, CLK и GND, и DT и GND, у меня стоят 0,1 микрофарады, то есть 100 нанофарад. Ну, важно, чтобы это была керамика, а не электролиты. И, соответственно, не из самых маленьких ямкостей, то есть пикофарады могут не все сгладить. Ну, вот как бы стонан у меня замечательно работает. Вот. Значит, на ногу А0 у нас подается входное напряжение, которое мы меряем. Если у вас другой прибор, то есть вы не используете эту же плату для демонстрации работы, то земли объединяете тоже с измеряемым оборудованием. И у меня на ногу D5 и D6 выведено два ПВМа для демонстрации работы. Один с пилой 25% заполнения, другой с пилой 50% заполнения. Но это как бы не самоцель. Вот. Собственно говоря, аппаратная часть готова. Библиотека для OLED будет использована U8G2. Давайте перейдем теперь к, соответственно, к коду. Значит, библиотека U8G2 стандартная. Вы заходите в репозиторий Arduino. Вот. Набираете в поиске U8G2. Вот. И устанавливаете ее. Значит, она поддерживает монохромные дисплеи с совершенно разным подключением. Ну, в частности, у меня будет дисплей на SSD 1306, No Name на аппаратном I2C. Вот. Если у вас какой-то другой, то вы подбираете тип вот этого класса, а дальше как бы все остальное остается как есть. Если вам нужно перевернуть дисплей, то есть он у вас так установлен, что вам неудобно на него смотреть вверх ногами, то вот эту константу вы не R0 и используете R2 и перекомпилируете код. Вот. Все остальное как бы давайте теперь посмотрим на все это дело. Значит, так. Похвалюсь сразу своей долгой борьбой с энкодером. Помимо того, что удалось устранить дребезг, даже в случае устранения дребезга стандартные методы, которые я находил в интернете, считывание с энкодера, они все равно приводили к тому, что крутишь в одну сторону, и иногда проскакивает, как будто бы он проворачивается чуть-чуть в другую. Вот. И, в общем-то, с этим побороться долго пришлось и как бы не получалось. Плюс еще у энкодера есть такой момент, что четко фиксируется, он как бы через два клика. То есть у вас есть промежуточное положение, которое вы можете пальцами поймать, но на нем энкодер, в принципе, остановиться не захочет, он прокрутится или дальше и обратно вернется. Но при этом сам факт щелчка будет и будет обработан. Поэтому получается, что в стандартной схеме работы с энкодером у вас как бы на два деления он сразу прыгает. Ну, понятно, что мы можем программно игнорировать там, например, нечетное срабатывание, да? Вот. Ну, я вышел более радикально из положения. Давайте на этот код посмотрим. Значит, я использую аппаратное прерывание со второй и третьей ноги, на которой подключена CLK и DT, соответственно. Ну, то есть в сетапе... Пины устанавливаются как входы. Кнопка как вход с подтяжкой, поскольку она на землю при замыкании, при нажатии замыкает. Вот. И используем attach interrupt. Само прерывание одно и то же. По изменению ноги и на обе ноги, на CLK и на DT мы, соответственно, одно и то же прерывание привязываем. Давайте посмотрим на сам код прерывания. Вот он. Итак, что я делаю? Значит, я сохраняю в битовой маске значения пинов CLK и DT. То есть самый младший это DT, значит, второй постарше чуть от CLK. Вот. Значит, в начале я старые значения сдвигаю влево на два бита. А в самый младший бит я пишу, соответственно, текущее значение D2 и D3 ноги. Вот. И, значит, с помощью скетча другого, который просто мониторил, как у нас именно меняется значение на ногах D2 и D3 во время проворачивания по часовой и прочасовой стрелке роторинг-кодера, мне удалось установить, что у нас последовательность вот такая, допустим, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. То есть в конце мы останавливаемся в любом случае на обоих ногах, единицы логически. Вот. И последовательность из четырех смен это есть один щелчок влево или вправо. И, соответственно, тупо сдвигая каждое изменение на два бита предыдущие значения и добавляя хвост новые, мы формируем байт, который в конце концов мы можем тупо сравнить с паттерном из четырех изменений. И в случае совпадения с одним из них, это у нас типа вращения прочасовой, мы уменьшаем наш счетчик. В случае совпадения с другим паттерном, это вращение по часовой, мы его увеличиваем. Если у вас роторинг-кодер кверх ногами, точнее у меня он, скорее всего, кверх ногами смотрит, то, возможно, вам придется эти куски кода поменять друг другом местами. Но это смотрите сами. Либо понять, что он, типа, настраивается вправо там по одному, а влево по другому. Вот. Этот метод реально очень надежно работает. То есть до этого все, что я находил, оно абсолютно как бы близко не приближалось к такой четкости сработания. И единственное, да, если мы дребезг не подавляем конденсаторами, то этот метод тоже не словит у нас из-за дребезга действующих последовательностей. К сожалению, без борьбы с дребезгом это вообще бесполезный номер. Вот. Ну и давайте теперь посмотрим, как дальше код устроен. Так. Снова сетап. Значит, ноги мы установили. Установили полирование. Инициализировали I2C шину. Выставили частоту 400 кГц. Дисплей вполне ее переносит. Вот. Выбрали шрифты. Нужные один раз, чтобы это больше не делать. Дальше настроили ADC преобразователь. Включили его. Выбрали делитель 8. Значит, мои эксперименты показали, что делитель меньше 8 на скорость уже не влияет. То есть, восьмерка это самый быстрый делитель, который... Заполнение буфера из 128 элементов по готовности каждого считывания при делителе 8 и 4 не различается. Поэтому восьмерка это минимальный делитель, наиболее быстрый. И я на нем остановился. Значит, референс напряжения VCC. И мы используем для, опять же, ускорения... Берем только старшие 8 бит из 10. Поскольку дисплей у нас все равно 64 точки имеет по вертикали, и мы в любом случае, сжимая наши 1024 варианта до 64, мы все равно достаточно большую потерю точности будем иметь. А так, отбросив 2 бита, мы получим считывание 1 байта. Вот, сразу уже без 2 младших бит. И, в общем-то, да, точность мы теряем, но это не хуже, потому что мы в итоге ее еще ухудшим. Вот, выставив бит ADLAR, мы получаем смещение влево, а не вправо. И получается, что старший бит ADC, байт в смысле ADC, содержит не 2 старших биток, как бы это было обычно, а младший содержал бы 8 оставшихся. А наоборот, он содержит 8 старших, а младший байт содержит 2 младших оставшихся, которые мы просто игнорируем. Вот, и у нас используем мы Free Running Mode. Это режим, при котором автоматический. Который, если мы стартуем, то, соответственно, как только у нас будет прочитан ADC, тут же начнется следующее преобразование. Вот, соответственно, мы работаем с максимально возможной скоростью. Разрешаем полирование, на этом сетап наш закончился. Ну, теперь лук. Все очень просто, на самом деле. Значит, у нас есть режим работы энкодера. Это, на самом деле, предделители ADC. Значит, минимальный у нас Div 8, то есть у нас по умолчанию. Потом Div 16, 32, 64, 128. Самый точный, самый медленный. То есть мы замедляем скорость, увеличиваем окно, значит, на которое проецируется наше 128 точек, за счет просто увеличения делителя. Таким образом уменьшается скорость считывания. Ну, повышается точность, но нам это ни к чему, ни о чем. Мы все равно ее потеряем. Вот. Но у нас увеличивается, как бы, то время, которое отображается на дисплее за один шаг. Вот. Значит, давайте посмотрим. У нас есть два режима. Это режим Stoped выключенный. Это когда мы получаем кадр и его выводим на экран. У нас это отсинхронное действие. То есть кадр мы получаем сами по себе. На экран мы выводим его до тех пор, пока мы не выведем на экран. Следующий кадр АЦП наш не получает. Вот. И мы видим, на самом деле, картинку, которая мало того, что и в прошлом, так еще и у нас лаг будет. Потому что рисует дисплей, конечно, значительно медленнее, чем АДЦ может получать данные. Но это неизбежное зло. Вот. Таких мощностей, точнее слабости, каким, собственно говоря, Atmega обладает. Значит, мы реагируем на нажатие кнопки. Значит, древеском боремся программным методом. То есть если предыдущее изменение значения на ноге произошло менее чем 20 миллисекунд назад, то мы его просто отбрасываем. Вот. Если же это произошло позже и кнопка нажата, напомню, она у нас на землю притягивается, и мы ее внутренним подтягивающим резистором включили. Вот. Мы инвертируем значение переменной Stopped. То есть каждое нажатие будет включать осциллограф и останавливать его триггером. Вот. Дальше мы вышли отсюда. Сам режим у нас регулируется энкодером в прерываниях. То есть здесь в коде само мне нужно ничего это делать, обработать. Итак, если у нас режим Stopped не выбран, то если мы накрутили что-то энкодером и поменяли, значит, величину прискейлера, то мы, соответственно, сбрасываем биты старого прискейлера и формируем биты нового прискейлера. Вот. Здесь мы начинаем с считывания. Запоминаем текущее время в микросекундах. Начинаем отсчет ADC в автоматическом режиме, разрешив прерывание по окончании обсчета и сбросив текущий флаг прерывания на всякий случай, чтобы оно произошло в случае первого результата. Вот. Здесь цикл, в котором мы просто ждем заполнения буфера. Вот. Сам буфер заполняется в коде прерывания. Сейчас мы к этому вернемся. И в конце сюда мы попадаем в случае, если мы либо создали новый буфер, считали, если мы не в восстановленном режиме, либо сюда мы попадаем, когда у нас буфер уже был упрощен, мы остановлены и мы выводим старый буфер и некоторые дополнительные данные. Вот. Это код, соответственно, вывода. Экран мы формируем процедурой DrawScreen, которым мы передаем режим. То есть, дополнительная информация нужна нам или нет. То есть, мы рисуем динамическую картинку или статическую. Так. Давайте сейчас посмотрим на прерывание на код. Вот. Вот у нас он очень простой, ADC Vect. Значит, буфер по текущему смещению, который мы затем увеличим, мы берем только старший байт ADC. Поскольку у нас выравнивание влево, то в нем 8 старших бит 10-битного значения. Нам этого за глаза хватит. Вот. Если мы закончили буфер наполнять, то есть, достигли последнего элемента, мы сбрасываем биты автоматической работы ADC и запрещаем прерывания от ADC. А сюда мы больше не попадем. Вот. И в конце мы высчитываем, сколько времени нам потребовалось. То есть, мы в duration, перед началом запуска ADC, мы сохранили текущее значение микросекунд. А теперь мы от значения, которое в данный момент времени, отнимаем то, которое предыдущее, и получаем разницу между ними. Это время в микросекундах, которое нам потребовалось для заполнения этого буфера. И его мы будем выводить на экран. Вот. Давайте теперь на draw screen посмотрим. Тут мы рисуем сетку. Вот. Здесь мы рисуем сам график от не нулевой точки, а от первой. Соответственно, от предыдущей точки, линия до текущей точки. Потом мы начинаем выводить... Тут, конечно, интересно. Косяк. Что-то я тут накопировал. Вот. Мы выводим либо информацию о прошедшем времени, если мы в динамическом режиме, и пишем, что это микросекунды, либо, если это режим статический, картинка у нас установлена. Вот. Мы высчитываем среднее по буферу, минимальное и максимальное значение, и пытаемся вычислить частоту. Значит, поскольку мы работаем с 8-битными, а не 10-битными значениями, то полученные среднее, минимальное и максимальное мы пытаемся превратить в вольты. Значит, у нас 256. Это соответствует 5 вольтам. То есть мы 5 делим на... Ну, на 255, точнее. И умножаем на нужную переменную. Таким образом, мы получаем результат в вольтах, выводим его с точностью до одного знака после запятой. Соответственно, то же самое пройдем с минимумом, с максимумом. А потом еще пишем частоту, если нам ее удалось прочитать. Ну, либо минус, если частота не определяется. Вот, и давайте теперь перейдем к тому, как все это вычисляется. Вот процедура getInfo. Собственно говоря, с минимумом и максимумом все просто. И с средним, то есть мы считаем сумму всего буфера, пробегаясь по всем его элементам. Одновременно с этим мы пытаемся вычислить минимум и максимум. Выставив изначально минимум на потенциально самое максимальное значение, а максимум на самое минимальное. Ну, и сравнение, соответственно, с минимумом и максимумом мы можем... Текущее значение сравнивая с сохраненным, можем их откорректировать. А теперь, как я реализовал детектор частоты. Единственное что, момент. Я детекчу цифровую частоту. То есть если это будет плавные синусоиды, то эта штука работать не будет. Но это правиться вот здесь как бы надо просто подбирать. Я, честно сказать, не знаю, как там понадежнее все это считать. Значит, что я делаю? Логический ноль для Ардуино, 5-вольтовый, это меньше 1,5 В. Где-то мне там удалось с трудом найти эту информацию. Значит, логическая дница это больше 3-х вольт. Соответственно, переведя это в... У нас памятую о том, что мы 8-битное, а не 10-битное значение используем. И, соответственно, 255 это 5 вольт. То у нас получается 77 и 153. Вот здесь две такие константы замечательные. Итак, детекчим мы следующий вариант. Мы пропускаем первый элемент, поскольку с ним бесполезно даже что-то смотреть, потому что нам нужно предыдущее значение, а его не будет. Итак, если i у нас больше 0, если текущее значение буфера стало больше логической единицы и предыдущее значение буфера было меньше логической единицы, мы ловим, на самом деле, возрастающий строп. Вот, это у нас как бы то, что нам нужно. В переменную each мы сохраняем значение вот этой i предыдущего, соответственно, отловленного стропа. Итак, изначально оно у нас 0. Если оно 0, то мы ее просто сохраняем в любом случае. Если оно не 0, то мы суммируем длительность этого расстояния между двумя импульсами. То есть, от текущего значения элемента, ну, индекса массива, отнимаем сохраненный индекс предыдущего стропа, и все это дело суммируем, и увеличиваем количество обнаруженных, значит, этих, ну, переходов, да. Вот, в конце, ну, среднее, это понятно. Вот это наша сумма всех элементов, деленная на размер буфера. Все замечательно. Если у нас количество стропов было обнаружено больше 0, если 0, то, значит, на частоту мы не можем вычислить, на 0 возвращаем, то тут вот как бы хитрость. Вот это у нас средняя арифметическая длительность импульсов. То есть, это сумма всех импульсов длительности, деленная на их количество. Duration — это у нас время в микросекундах, в которые весь этот буфер заполнялся. То есть, если мы duration поделим на буфер size, на 128 этих наших точек, то мы получим цену одной точки. Вот. Если мы это умножим на среднюю длительность этого импульса, то мы получим в микросекундах, соответственно, длительность среднего импульса. И если мы от микросекунд уйдем к секундам, то есть, 1 миллион — это одна секунда, разделим на вот эту полученную величину, то мы получим, собственно говоря, герцы. То есть, сколько частота в секундах, точнее, в герцах, да. Сколько колебаний в секунду у нас, соответственно, было детектировано. Еще раз повторю, детектится фактически цифровое, переход цифрового нуля в цифровую единицу. То есть, всякие плавные перегибы, они таким образом детекчены не будут. Но, как бы, если вот эту строчку каким-то образом откорректировать, то можно будет детектить что-то еще. Стандартно решается эта проблема захватом на таймере аппаратном. Но таймер тоже работает с цифровыми уровнями, поэтому я подозреваю, что вот такая аппроксимация программная, она примерно тот же результат выдаст. Есть у нее минус, конечно. Но это мы увидим, когда включим все это в работу. Собственно говоря, все. Код, на самом деле, не особо-то и сложный. Ну и давайте посмотрим, как у нас теперь все это выглядит. Итак, вот у нас Arduino Nano 168 от Mega. OLED-экран, ротор-энкодер. Вот там два конденсатора керамических, которые у нас борются с безобразием в виде, соответственно, дребезга. Подключаем питание. Вот завелась у нас машинка наша. Сейчас она работает с минимальным делителем, самая большая скорость. Мы видим, что 840 микросекунд у нас помещается на экране. То есть считывание буфера из 128 значений произошло за время 840 микросекунд. Ну, влево энкодер не крутится, против часовой, то есть ничего не улучшится. Вправо, если мы его сдвинем на одно деление, то у нас, соответственно, делитель увеличился в два раза. Стало занимать сбор буфера 1670, там, ну, 276 прыгает микросекунды. Теперь мы видим уже хотя бы два струба. Сейчас у меня... Я подключен на ПВМ с 25% заполнением. То есть на ногу D5. То есть если я сейчас перепрыгну на... Теперь убор... А, это 50%, простите. Вот 25% заполнение. Ну, вот. Ну, мы останемся на 50. Так, хорошо. Если мы еще подвинем, то у нас уже будет занимать 3340 микросекунд буферы. Мы уже здесь видим четко кучу стробов. Вот. Вот. Еще одна подвижка. Это 6664 микросекунды. И последняя. Это 13320 там с чем-то. Вот. Все. Дальше уже как бы... Это 128 у нас определитель максимальный. Вот. Стробов мы уже видим кучу. Итак. Теперь перейдем, ну, к самому младшему. Да. Если мы нажмем на кнопку, то система у нас остановилась. Частоту вычислить не удается, потому что, ну, для вычисления частоты нужно два строба на экране. Вот. Минимальные, максимальные, средние. Средние 2,2. Ну, минимум 0, понятно. Максимум 5, понятно. Запускаем все обратно. Перейдем на режим 1672. Вот. Здесь уже частоту удается детектировать, потому что у нас есть уже два возрастающих. Значит, импульса. Он частоту управляет как 967. Это на самом деле достаточно близко к ардуинскому ПВМу. Вот. Я пытался еще аппаратно считать частоту, основываясь на микрос. То есть ловил их в прерывании самом. Вот. Там как бы... Ну, эти цифры очень похожи, поэтому программа аппроксимации, она приемлема. Единственное, вот дальше они начнут как бы расходиться. Это как раз печально. Так. Дальше. Среднее он уже до 2,8 посчитал. Ну, а дальше там 0,5. Это понятно не изменилось. Так. Хорошо. Переходим еще, где мы уже видим кучу стробов. 3300 микросекунд. Частота 984. Ну, то есть измеримая с той, что было. Среднее 2,4. Вот. В таком режиме 6,6 миллисекунды. Вот. Частота ушла за 1000. 1011. И дальше, чем больше, тем он, ну, как бы, за 1000 и останется. Это не очень верно, потому что она реально где-то в районе 980. Ну, это как бы именно программная аппроксимация. Среднее 2,3, как бы, ну, все остальное то же самое. Так. И тут у нас самые острые. Так. Частота вот тоже 1068. Видите, он завышает. Среднее 2,5. Ну, 2,5 вольта, это как бы примерно похоже. Вот. Получается, что, ну, погрешность возросла при увеличении. Ну, это логично, на самом деле. Поэтому в данном случае при такой ерунде частоту лучше всего... ...мерить по самому минимальному делителю, который эту частоту подлавливает. Вот сейчас 2 стробы не получилось на экране. И сейчас тоже не получилось. И сейчас не получилось. О, а теперь мы поймали 2 стробы. И у нас 969. Ну, это действительно соизмеримая частота. Опять 969. Вот. Ну, давайте я вам покажу, что 25-процентная как бы частота та же будет. Вот. 969. Просто. Так. Здесь мне удалось поймать 2 стробы. Вот. 969 снова. Единственное, средний вольтаж, конечно, упал до полутора вольт. 1,3. Вот он здесь намерил. 5,1,5. Ну, и так далее. Вот. Ну, и такая у нас, соответственно, красивая картинка. Так. Ну, что можно сказать? Ну, да. Если мы это оторвем, то, понятно, тут у нас полный шум как бы и всякая ерунда. Тут уже никакой частоты намерить не сумеем при всем желании. Потому что никаких красивых переходов у нас тут, собственно, и нет. И быть не может. Вот. Ну, наверное, на этом, собственно, все. Код, естественно, будет под видео. Библиотеку я вам показал, как поставить. А, да, еще давайте один момент посмотрим. Это 168 от Мега. У нее... У меня, правда, OptiBot стоит. То есть 15,800 флеша. Ну, а обычный 14 будет. И памяти 1 килобайт. Так вот, мы памяти занимаем очень много, 85%. Но и даже система пишет, что, возможно, нестабильная работа. Но вроде как работает. При этом самая потеха, что я использую режим работы экрана двухэкранный. То есть, собственно говоря, можно было бы снизить требования к памяти. Поставить здесь единичку. Но тогда бы скорость ухудшилась от рисовки именно. Вот. Получается, что в эту систему еще можно много чего интересного набить. Например, ну, детектор уровней как-нибудь. Точнее, частоты переделать по-другому. Но уже, как оно сейчас есть, уже очень неплохо. Единственное, что, конечно, по возможности не суйте какой-нибудь серьезный код в обработчик прерывания. То есть, вот он сейчас абсолютно минимальный практически. И это позволяет ему работать очень быстро. То есть, все методы для максимального ускорения были приняты. То есть, это 8 бит, а не 10. Вот. Значит, соответственно, делитель восьмерка. Самый быстрый из тех, которые точно сдают хоть какую-то. Ну, и так далее. Вот. Ну, теперь, наверное, все. Как бы, надеюсь, это было интересно и полезно. Предыдущий код, соответственно, стал совсем некрасивым, неинтересным. Вот. Ну, всем творческих успехов. До свидания. До новых встреч.